Многие не знают, что очевидные источники трафика лежат попросту на виду. И действительно, некоторые вещи мы упускаем. Например, для интернет-магазинов в ноябре прошлого года Google разрешил бесплатно выводить в листингах товаров, товары интернет-магазинов. Связано это было все, извините, с ковид. Об этом я рассказывал в подкастах. В подкасты советую внимательно всем слушать. Там выходит много интересного контента, который не всегда выходит на видео. Поэтому я рекомендую все же на подкасты наши подписаться. А в этом видео мы поговорим про ту самую золотую шахту, как говорится, для вашего интернет-магазина. Это бесплатный источник трафика. Это, конечно же, Google Merchant. Усаживайтесь поудобнее. Сегодня я расскажу, что такое Google Merchant, как туда добавить свой сайт, что для этого нужно и каких подводных камней следует избегать. Покажу, конечно же, на примерах, на реальных примерах клиентов, конечно же. И покажу, какие ошибки вас там могут ждать. Итак, поехали. Сейчас мы перейдем на так называемый сайт Google для розницы. Здесь вы увидите все, что необходимо для того, чтобы сейчас же начать продвигать ваш интернет-магазин. Нет ничего сложного. Переходите на эту ссылочку, которую я оставлю обязательно в описании, и посмотрим, что есть. Здесь вы можете увидеть все, что нужно для того, чтобы ваш интернет-магазин уже начал сегодня работать. В первую очередь, собственно, нужно подключиться во все сервисы Google, необходимые для розницы. На этом сайте вы можете посмотреть, собственно, здесь можно заказать консультацию эксперта и, конечно же, перейти на нужные решения. А решение, которое нам нужен, нам нужен, конечно же, Merchant Center. Давайте коротко разберемся, что здесь еще есть. Здесь, мы видите, есть эксперты по продуктам, торговые компании в сервисах партнеров, умные торговые компании. Но нас сегодня интересует он. Merchant Center – это, собственно, источник трафика для ваших товаров. Как это выглядит? Например, вы хотите вбить кроссовки Nike. Вы хотите сегодня купить кроссовки Nike. Давайте Nike Air. Вот мы хотим сегодня их купить. Вот вы увидите, что сейчас выводится реклама кроссовок Nike Air в верхнем блоке. Это реклама в Google Merchant. Это торговая компания. Но вы увидите, еще появился раздел покупки. В разделе покупки все показывается бесплатно. И трафик этого функционала в Google довольно-таки высокий. Мы думали, что пользователей здесь практически не бывает, но здесь ходит аудитория. Более продвинутая молодежь активно пользуется этим сервисом. Почему? Потому что сервис действительно развивается и, возможно, станет войной будущих агрегаторов. Агрегаторы берегитесь. У вас рождается прямо сейчас конкурент. Агрегатор покупок здесь очень простой. Все отзывы вытягиваются непосредственно с сайта. Более того, все подтягивается для конкретной организации. То есть человек, при клике на сайт, он видится и может оставить потом отзывы о товаре непосредственно в вашем Google бизнесе. Об этом чуть-чуть позже. Но здесь же вы видите полная конкуренция. Все фильтры. Тут есть все. Можно по сериям рассортировать, как пользователю нравится. То есть он может отсортировать, допустим, Nike Relax. Например, функционал на самом деле этого инструмента огромен. Он превосходит возможности большинства агрегаторов. Почему? Потому что все-таки это Google. У Google гораздо больше ресурсов. Как вы видите, здесь действительно мощный подбор. И здесь он показывает срез со всех магазинов. Просто вот с каждого магазина вытягивается все. Хотите сюда попасть? Реально ничего сложного. В первую очередь, что вам, конечно же, нужно, вам нужно будет зарегистрироваться. Регистрация происходит в мерчант-центре здесь. Для того, чтобы зарегистрироваться в мерчант-центре, конечно же, вам нужен аккаунт Google. Вы должны войти в аккаунт Google и непосредственно произвести оставшиеся действия с регистрацией. Соответственно, вы должны назвать свою компанию. Мы назовем, как я всегда люблю делать, называть название компании по-своему. Мы сейчас выберем, конечно же, Украину. Часовой поезд у нас все-таки будет Одесса. Давай на Киев выберем. Укажите, как пользователи будут приобретать ваши товары. То есть, на твоем сайте. То есть, этот параметр можно будет изменить в свое время. То есть, окей. Какими еще вариантами вы пользуетесь? Здесь тоже надо будет добавить варианты. Учтите, от выбранной стороны это очень сильно зависит. Например, мы сейчас Соединенные Штаты выберем. И функционал здесь немножко изменится. Вы увидите, что функционал здесь поменяется. На разных магазинах поддержка разных способов покупки будет разной. Учтите, что вот можно покупать в магазине. То есть, через Google на моем сайте. То есть, вы видите, да, способы оплаты. Как вы видите, то есть, сострудничество есть с PayPal, с системой Shopify. То есть, пока вы видите, что все еще только развивается. Тут же можно сделать рекомендации, само собой. Поднять, принять условия необходимые можно будет. Ну, окей, мы сделаем вот так. Вот, то есть, вы видите, какие здесь функционалы есть. Там добавление в онлайн-корзину Google есть в Америке. Как говорится, в Украине этого нет. В Украине пока, как вы видели, только идут переходы на сайт. Вот, то есть, то, что, по крайней мере, на сегодняшний день мы это видим. Принимаем программу, нажимаем Создать аккаунт. Аккаунт создается. И здесь уже в мерчант-центре у нас пускают, собственно, по настройке. Здесь, на самом деле, нужно будет сделать ряд действий. Нужно настроить параметры доставки. Обязательно настроить. То есть, все это нужно будет прописать. Название службы доставки, страны, с которыми вы работаете. То есть, валюта и какие варианты доставки по адресу. Давайте вот мы сейчас впишем FedEx. Здесь, окей, вот у нас будет доставка. Вот, можно транспортная компания будет определять. То есть, тут можно прописать варианты, да, то есть, какой оператор. Тут все это можно настроить. Возможность доставки вручную здесь точно так же настраивается. Я не уделяю внимания настройке этих элементов по одной простой причине. Многие вещи зависят колоссально от страны, от вида работы бизнеса. И здесь я рекомендую для этих целей заинтересоваться справочным центром, либо связаться непосредственно с поддержкой. И вот здесь без этого вам попросту никак не обойтись. Потому что у каждого бизнеса могут оказаться свои, как говорится, свои подводные камни. И здесь вы можете столкнуться с тем, что некоторые вещи вы не знаете, как делать. Поэтому поддержка вызывается на просительный знак, справка и нажимаете «Связаться с нами». Связаться с нами, описываете проблему, что вам нужно сделать, как вы не понимаете. Вам помогает зарегистрироваться, задается, отвечает вам в чате, либо в e-mail все вопросы. Все как обычно, ничего нового. В принципе, функционал сходный с AdWords, думаю, многие с ним знакомы. Напоминаю, то есть мы в принципе по товарам прошлись. По настройке, что у нас здесь есть? У нас есть раздел «Службы доставки» и «Правила возврата». Это прописать нужно обязательно. Здесь нужно обязательно писать «Правила возврата вашего товара». Это все нужно будет сделать. Выбрать там конкретную страну, непосредственно ссылку на «Правила возврата» на вашем сайте, предусмотренную. Это все нужно сделать. Если вы этого не сделали, вы, скорее всего, получите какую-нибудь блокировочку, как вот вы видите сейчас на этом скриншоте. Да, то есть аккаунт будет заблокирован, и вам нужно будет дописать все эти условия доставки, написать потом по e-mail, чтобы изменили все правила, и тогда таким образом блокировка будет снята. Едем дальше. С этим понятно. Вот здесь вот это все обязательно прописать. Возвращаемся обратно и постараемся ответить на еще один такой вопрос. Как добавить сюда свои товары? Для того, чтобы добавить свои товары непосредственно в мерчант, необходимо создать фид. Об этом можно почитать в справке. Непосредственно мы сейчас вот даже как раз эту справочку для вас прямо и откроем. Вот. Вот. И сейчас, как подтвердить сайт своего магазина. Кстати, это тоже очень важный момент. Мы о нем тоже сейчас пройдемся. И откроем эту страничку на сайте. Итак, перейдем, собственно, к добавлению товаров. Как вы видите в справке, после создания аккаунта вам нужно действительно организовать информацию о товарах в неком фиде. Фид – это документ. Документ формата XML. И о фидах действительно можно почитать. Это этот файлик, по нему нужно посмотреть инструкцию, как он создается. Это специальный файлик, который постоянно обновляется и обновляет актуальную информацию о ваших товарах, указывая цену, наличие, описание товара, принадлежность его той или иной категории, артикул, фотография товара. И это все находится в одном единственном файле. Поисковик собирает информацию с этого файла, обновляет ее и обновляет таким образом ваш мерчинг. Именно таким образом выводятся все магазины, все товары, текущее актуальное наличие. Вы можете увидеть, что вся информация, которая здесь, она вытягивается из одного единственного фида, а может быть и нескольких фидов, которые вы загрузили. Собственно, фиды могут быть с несколькими источниками данных, то есть по разным типам товаров. То есть вы можете настроить фид по вот этой статье. По этой статье создается фид очень просто. То есть вы там указываете страну сбыта, язык, собственно, название этого фида и выбираете формат этого фида. Вот сейчас мы попытаемся это сделать. Добавим несколько. Вот мы можем, как вы видите на выбор, можно добавить отдельный товар. То есть, условно говоря, если у вас магазин продает 5 товаров, и там ничего не меняется. Цены меняются, наличие всегда фиксированы. Вы можете добавить ручками отдельные товары здесь. Но мы идем посложнее, у нас же таких магазинов не бывает. Мы пойдем на серьезные магазины и добавляем основной фид. Страна сбыта у нас, собственно, уже выбрана. Язык мы выбираем английский. Можно добавить другие страны. Это не обязательно, как вы видите. Вот. И здесь вот мы доходим до момента, как добавлять фид. Мы должны его назвать тестовый фид. Правильнее добирать фиды по расписанию. То есть, по установленному расписанию будет храниться этот фид. Здесь самый простой вариант, когда Google Merchant обращается на ваш сайт, выкачивает актуальную информацию, и ничего от вас не требуется иного. Google таблицы. Это если у вас товары будут храниться действительно в Google таблицах. Я знаю, некоторые сайты так и делают. Да, есть. У них просто идет импортирование данных в эти Google таблицы и обновление данных за счет этого. И получается, таким образом, товарные позиции обновляются очень быстро, потому что в Google таблицах быстро вносятся правила, меняются цены, модерируются цены. Таким образом, выливаются цены на сайт. Правда, как Google таблицы связываются с сайтом, это уже другой вопрос. Загрузка. Это если файлик хранится у вас всегда. Прайс актуальный, качивается на компьютер, и вы его просто, как говорится, вы вручную должны загружать этот файлик через Google Cloud Storage, например, вы можете его обновлять. Ну, собственно, свой костыль. Вот. Content API for Shopping – это более продвинутая настройка. Пока, собственно, не один из у меня знакомых клиентов это не страйло, но я уверен, что многие этим пользуются. Вот. Самый частый – это по расписанию. Вот. Вы называете файл фид. Да, еще раз, еще раз. Еще один фид. Частота загрузки. Когда он будет обновляться? Можно выбрать разное время суток. Когда он у вас обновляется на сервере, желательно, чтобы он после обновлялся так, иначе у вас будет не очень удобно. То есть, когда сам фид перезаписывается на сервере вашем, надо, чтобы он загружался по расписанию чуть-чуть позже. Здесь вставляется непосредственно на него ссылочка. То есть, вот он вот типа про такого формата, то есть, он есть. И если ссылочка закрытая, ну, чтобы ее никто у вас не украл, по логину паролю, здесь же и прописывается логин пароль. Многие делают фиды незакрытые по логину паролю. Я считаю это немножко некорректным. Закрываете фиды по логину паролю, и чтобы, собственно, эти сервисы так и созданы, чтобы они в них стучались, по логину и паролю. Пароли можно обновлять, потом, соответственно, здесь их в этих сервисах менять. Иначе у вас просто взломают наличие, выкачивают прайс, вы изучат, и конкурент просто по вашему прайсу будет работать, если поставщики одни и те же. Вот. То есть, как вы видели, в принципе, ничего сложного. Теперь, собственно, как делать эти самые фиды, как они выглядят. Вот сейчас мы единственный момент, еще раз вернемся. Вот. По расписанию зайдем сюда. И непосредственно поддерживая форматы фидов. И вот здесь, собственно, и начинаются моменты. Всегда начинаются нюансы. Мы рекомендуем фиды, чтобы у вас были реализованы в соответствующих критериях. Он должен быть в формате XML, и можно и скачать примеры, какого они будут. То есть, эти примеры же можно изучить, и по этому примеру, собственно, можно сделать свой собственный фид на один из вариантов. Потому что можно делать табличный CSV-вариант, но мы знаем, что табличные CSV-варианты менее популярны. Мы заметили, что XML-варианты более популярны среди наших клиентов, потому что большинство CMS их позволяет делать автоматически. Да, на многих CMS-ках фид для Google Merchant'а можно найти любой плагин. Например, вот мы сейчас просто вбьем OpenCard Google Merchant Feed Plagin. Вот просто. И вот мы даже увидим плагины OpenCard Google Merchant Fids Google Shopping. Так вот, готовое решение, например, тулы для вашего магазина на OpenCard. Ставите, подгружаете, генерируется автоматический фид, вы его загружаете и не волнуйтесь ни о чем. Вам не надо думать, как его писать, как прописывать. Уже есть готовое решение. Они стоят дешевле, чем вам будет это сидеть, выпиливать программист. Лучше один раз купить плагин, достроить его, запустить. Другого способа, ну, проще способа пока еще не существует. Может быть, вы знаете, напишите об этом в комментариях. Вот. Подключив фид, вы будете видеть что-то вроде такого рода картинки. Например, мы сейчас посмотрим на один из сайтов и посмотрим на его товары. Вот. Вы видите, что есть товары, которые отмечены зелененьким, отмечены красненьким. Как видите, есть желтые и синенькие. Условно говоря, с синеньким в этом отчете отображаются товары, которые отправлены, но еще не интегрированы в систему мерчанта. Зеленые – это товары, с которыми все хорошо. Красные – это товары, с которыми есть какие-то ошибки. Ну, и желтые товары – там часто товары, у которых есть срок действия. То есть, они заливаются на определенный срок, и там спустя срок могут исчезать. Есть такой способ заливки. Итак, что вы можете увидеть? В первую очередь, у каждой ошибки есть четкие критерии. Вы можете увидеть, здесь в разделе товарей, диагностика, есть несколько вкладок. Проблемы с товаром, собственно, с чего я начал, проблемы с фидом. И проблемы с самим аккаунтом. Больше всего проблем у вас будет с товарами. Почему? По одной простой причине. Каждая ошибка здесь может выскакивать довольно-таки необычной. То есть, например, неподдерживаемое значение – GTEIN. GTEIN – это, собственно, код, который используется в маркировке товаров. То есть, идентификационный код. Иногда ваш код может быть неправильным. То есть, он уже кем-то зарезервирован и уникален. Поэтому есть смысл пересмотреть товары, если они у вас как-то неправильно промаркированы. И проверить, может быть, маркировка этого GTEIN-кода неверная. Может быть, потому что она некорректна. Уже под этим GTEIN-кодом существует другой товар, не связанный с вами. И с этим действительно могут быть такие моменты. Точно так же можно посмотреть другие виды ошибок. Посмотрим, это самый рекламный оверлей на изображении. Можно посмотреть примеры. Это когда реклама заходит на изображение. Есть определенные правила изображений, которые не допускаются. На изображениях не должно быть ничего, кроме самого товара. Вот только товар на белом фоне. Любые дополнительные изображения не допускаются на фотографии, которые отправляются в мерчинг. То есть, у вас на карточке товара может быть 5-6 фотографий, но в мерчинг должна отправляться та, которая находится просто на белом фоне. Есть четкие рекомендации для фотографий. Когда вы будете готовить фид, вы с этим столкнетесь. И когда будете отправлять его. Едем дальше. Какие еще самые типовые ошибки могут быть? Например, следующая ошибка. Отсутствует ссылка на изображение. То есть, если в ваших товарах не прописано изображение, они, соответственно, не могут отправиться. Битые изображения невозможно залить в мерчинг, и такой товар показываться не будет. То есть, если у вас товары без изображений, лучше, чтобы они в мерчинг даже не попадали. Это, собственно, нужно обязательно проверять и зачищать. Собственно, целевая страница для компьютера недоступна. Это типичная битая ссылка. Иногда у вас товары, которые вы отправляете в мерчинг, на них нельзя никак попасть. То есть, при переходе на сайт будет просто 404. Этого быть не должно. Поэтому, да, это нужно обязательно исправлять. И, конечно же, следить за этим. Да, действительно, есть такие моменты, где не обращают на это внимание. Еще, типа, такая же ошибка, может быть, мобильная страница недоступна. То есть, чаще всего это может быть та же самая страница, которая и десктопная. Но мерчинг четко различает мобильные страницы и десктопные. И там могут повторяться одни и те же ошибки. Вот. Слишком маленькое изображение. Вы должны понимать, что изображение, видите, как вы... Не должно быть меньше 100 на 100 пикселей, а для одежды 250 на 250. Да, у одежды особый критерий. Вот. Не удалось получить изображение. Это значит, что изображение не было получено. Но хотя оно, вероятно, может быть. Это такая вот... Еще может быть нарушение правил. То есть, здесь вы можете посмотреть конкретно, какие правила нарушили ваше торговое объявление. Такое может быть. Вы можете с этим столкнуться. То есть, например, ваш товар может ошибочно попасть в какую-то рубрику. Вот как мы видим сейчас алкоголь, алкогольные напитки. Хотя на данный момент мы видим всего лишь светильник. Почему-то система посчитала, что это алкоголь. Возможно, конфликт названий. Поэтому здесь нужно обращаться в поддержку и выяснять причины, почему так оно и есть. Отозванный товар. Это... Если производитель товара и госучреждения отозвали товар, то он может попасть в такой список. Убедитесь в том, что действительно так оно и есть, что такие товары, как говорится, недоступны. И, соответственно, здесь нужно разбираться тоже индивидуально с техподдержкой. На самом деле, ключевые ошибки, как мы видим, это могут быть битые страницы, некорректные изображения, неправильно прописанный код, конечно же. И, собственно, нюансы, связанные с продажами товара. Да, и, конечно же, товарные знаки тоже, если вам нет правил на торговлю, вам тоже могут запретить торговлю этими товарами. Есть также рекомендации, которые тоже могут быть. Например, непрописанная доставка у товара. Слишком короткое описание. Да, отсутствие описания и слишком короткое описание для мерчанта является критичным. Поэтому, да, описание карточек товара нужно, конечно же, делать. Слишком много заглавных букв на название. Название надо писать так, чтобы только если бренд допускает написание капслоком, большими буквами, то его надо писать. В противном случае нужно писать первое слово с большой буквы. Это очень важный критерий. То есть, если вы хотите привлечь внимание, да, то только так. Иначе это будет ошибка. Низкое качество изображения. Вы можете изображение растянуть, в нем появится зернистость. Google прекрасно это заметит и поставит вам такую маркировку. И здесь вы ничего не сможете сделать. Также можете проверить, если есть какие-то неподдерживаемые баги фида, они тоже могут тут показаться. То есть, то, что он не распознал какие-то рубрики. И еще есть одна ошибка, с которой все сталкиваются. Многие пытаются загружать фид Яндекс.Маркета в Google Merchant. До сих пор эти фиды толком нормально работать не могут. Мы проверяли, сколько раз заливая Яндекс.Маркетовский фид в Merchant, всегда вылетали ошибки. Из-за того, что поля некоторые названы иначе. И сопоставление полей приходится делать ручками. Но некоторые поля, принимаемые Google, не совпадают по метрикам. Это немножко неудобно, но да, действительно, нужно сделать два разных фида. Один для Google Merchant, один для Яндекс.Маркета. Да, вот это вот есть такой нюанс, одно неудобство, с которым вам нужно, конечно же, работать. То есть, как вы видите, ничего такого сложного нет. То есть, на что нужно смотреть? Конечно же, нужно периодически следить за товарами, следить за их работой. Сколько у вас их есть, вы можете смотреть. Как обновляются товары, сколько появляется новых. Это всегда можно отследить, допустим, вы увидите, сколько новых товаров появилось, допустим, залито за период. И, допустим, сколько было изменено в данный момент. Вот. Непосредственно фиды, которые вы заливаете, потом появляются в отдельном разделе фидов. Вы видите, сколько тут товаров. Как вы видите, вот на этом примере, все товары поместились прекрасно в один фид. 40 тысяч товаров есть просто в одном фиде. Поэтому большое количество фидов не всегда нужно. То есть, иногда достаточно и одного. Конечно же, что нужно смотреть? Да, это, собственно, как работает эффективность вашего, как говорится, бизнеса. Какая там, собственно, показы, клики и тому подобные вещи. Это все можно посмотреть. Ну и, само собой, обязательно уделяйте внимание разделу общей информации. Здесь же можно поймать, как у вас работает динамический ремаркетинг, который вы, конечно же, настроили. Если не настроили, обязательно настройте. Мы можем его настроить. Если вам нужно, обязательно напишите нам. Ссылочку я на заявку оставлю в описании, конечно же. Вот. Ну и, конечно же, помните, что товарные объявления – это прямые объявления. Человек, который ищет, там, не знаю, там, любой товар в угле, там, допустим, люстра в спальню, там, по такому запросу, скорее всего, может быть, и не знает, что конкретно покупать. Но если человек ищет, допустим, люстра NB Light какой-то марки, вот если он ее реально ищет, то однозначно он заинтересуется большей вариацией, будет изучать, какие есть. И чаще всего, когда человек ищет конкретный товар, а есть ниши, где поиск конкретного товара по товарным позициям является максимально таким целевым, он будет изучать все, у кого он есть и по какой цене. Он даже может вбить конкретное название модели, люстры. Вот NB Light 1725, вот, собственно, если он будет вбивать так, это называется товарные запросы. Как вы увидите, он не выйдет в эту рекламу, он даже не увидит SEO. Я уверен, что он даже туда листать не будет. Он будет находиться здесь. И он будет изучать рекламу или будет изучать покупки, где интерфейс чуть-чуть побогаче, да, потому что здесь он просто кликнет первых, то есть, условно говоря, покликает первых. А здесь же он будет изучать более детально. Поэтому, почему я начинал свой ролик непосредственно от того, что это золотая шахта для интернет-магазина, по одной простой причине. Сейчас ищут либо брендовые запросы, либо товарные. Просто купить люстру уже не приводит к продажам. Это особенности высокой конкуренции. Поэтому сейчас адаптация своего сайта под все фишки интернет-магазинов является то, с чем вам нужно работать. Поэтому, если вы до сих пор еще этого не сделали, ваши магазины обречены на отставание на фоне более прогрессивных конкурентов. И помните, что крупные бизнесы там уже давно есть. И если вы до сих пор еще этого не сделали, обязательно делайте. Для этих вещей не требуется огромных денег. А бюджеты на торговые компании в десятки раз меньше, чем на запросы общего уровня. Это действительно факт. И они дают больше продаж и с ними проще работать. С вами был Николай Шмичков. Обязательно подписывайтесь на наши каналы. Ссылочки на все каналы, конечно же, мы оставим в описании этого ролика. Задавайте вопросы в комментариях. Это ролик вводный. Будут больше трюков, будет больше нюансов по работе с торговыми компаниями. Также следите за роликами Алены, которая проводит ролики по контекстной рекламе. И, конечно же, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!